В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Насколько вырастет цена проездов городских автобусов? В Думе обсудили состояние дел в Горавтотрансе. 20 марта в России отметили День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Хоккейный бог улыбнулся, а Саровская команда вышла в финал чемпионата Высшей Лиги области. Далее расскажем обо всем подробно. И снова про рост тарифов. На этот раз речь идет о стоимости проезда в городском транспорте. Горавтотранс планирует поднять ее до 27 рублей. В ближайшее время с этим предложением он выйдет в Думу. Чем обоснован рост тарифов и как вообще обстоят дела на предприятии, расскажем далее. До 27 рублей могут поднять стоимость проезда в городском транспорте. Сейчас горожане платят 22 рубля наличными и 20 рублей безналичным способом. Этот тариф не актуален уже много лет. Впрочем, далеки от реальности и потенциально новые цифры. Мы просчитывали, что реальная стоимость одной поездки составляет 50 рублей. А на сегодняшний день применены тарифы в размере 20 и 22 рубля соответственно. Нам безнал. То есть реальная стоимость проезда на сегодняшний день абсолютно не соответствует рыночным ценам. Вместе с этим городов Татранс выступили с предложением рассмотреть повышение тарифа. Сейчас рассчитываем этот тариф и в ближайшее время предоставим вам на обсуждение голосования. Предлагается увеличение тарифа до размера 25,27. Все обоснования по повышению тарифа Горавтотранс обещает подготовить к одному из ближайших заседаний комитета. Тогда же депутаты ждут от предприятия отчет о финансовом состоянии в конкретных цифрах. Ту презентацию, которую представил новый директор МУПа Григорий Маяков, народные избранники нашли не очень содержательной. Впрочем, даже без конкретных цифр депутаты признали, что за пять месяцев работы на посту Григорий Маяков смог выровнять ситуацию в Горавтотрансе. На линию вышли восемь новых автобусов. Для Ремзоны закупили новое оборудование. Кроме того, удалось оптимизировать расходы и расторгнуть убыточные контракты по доставке ГСМ и комплектующих. А самое главное, с мертвой точки сдвинулся кадровый вопрос. Удалось пересмотреть уровень заработной платы и, как следствие, появился интерес со стороны соискателей. Было принято решение ввести дополнительные стимулирующие выплаты водительства, а именно повысить им классность и процент отмечения. В результате чего средний заработной платы водителя автобуса по состоянию на 1 марта 2022 года выросла на 27% и составила 32 500 рублей. За аналогичный период прошлого года средний заработной платы составляла 25 630 рублей. Обозначил директор МУП и основные направления работы. Так, в планах открыть собственную станцию гостехобслуживания. Оборудование для нее уже закупили. Развивать междугородние перевозки, оптимизировать городскую маршрутную сеть и в перспективе в 2023 году возобновить работу автошколы по подготовке водителей категории Д с последующим трудоустройством на предприятии. Депутаты также запросили у Горавтотранса дорожные карты по реализации задуманных мероприятий. И на следующем заседании готовы обсуждать достижения и планы, опираясь на конкретные цифры. Благодаря им в наших домах есть теплой свет. Ежегодно в третье воскресенье марта в стране отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России. Невозможно переоценить значимость тех, кто трудится в этой сфере. Лучших сотрудников ЖКХ нашего города наградили на торжественном приеме в администрации. Дождь ли на улице или яркое солнце? Праздник, выходной или обычный будний день? Для работников ЖКХ таких понятий нет. Решить бытовые вопросы, расчистить дороги от снега или разобраться с протекшей крышей – они готовы всегда. В третье воскресенье марта сотрудники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии даты в администрации наградили лучших из лучших – электриков, лифтеров, уборщиков, дворников, сантехников. Людей, которые обеспечивают нам комфортные условия для жизни, следят, чтобы в наших домах были свет, тепло и вода. Практически все проблемы решаются достаточно успешно, в очень сжатые сроки, с хорошей эффективностью. И это благодаря профессионализму людей, которые работают в этой сфере. Поэтому огромное вам слава и благодарности. На торжественном приеме работников ЖКХ поздравили глава города и председатель Думы. Обращаясь к собравшимся в зале, руководители отметили, что работа в сфере ЖКХ требует колоссального напряжения сил, концентрации и терпения. В городе Саров очень часто звучит такой тезис «Коммунальный рай». Испомнить, чтобы мы жили в этом коммунальном рае, мы понимаем, что за этим стоят огромные усилия, огромный труд ваш. И низкий вам поклон, большая благодарность. Обыватели не понимают тот объем труда, который вкладывается в поддержание этих систем. Что часть аварии нельзя предусмотреть, часть вещей не зависит от вас. Но, тем не менее, вы находитесь на страже вот этого спокойствия людского. И с честью выносите вот этот тот негатив, понимая всю ситуацию. Из рук руководителей работники ЖКХ получили благодарности за многолетний добросовестный труд. Алексей Занин работает в сфере ЖКХ 11 лет. Начинал в должности начальника участка. Сейчас исполнительный директор. Занимается текущими вопросами организации, которая обслуживает более 40 домов в нашем городе. В работе, наверное, самое главное иметь железные нервы, потому что работа с населением на самом деле очень тяжелая. Помимо этого, надо обладать профессиональными качествами, да, то есть потому что это и сложная инженерная коммуникация, и различные электрические сети и так далее. То есть тут надо быть специалистом во всех сферах. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, долголетия, успехов во всех начинаниях. Ситуация с медикаментами под контролем и дефицита не будет, сообщает Минздрав и Росздравнадзор. В регионах создают резерв лекарств для больниц и поликлиник. Как пишет российская газета, зарубежные фармкомпании, которые много лет поставляли нам свою продукцию и построили заводы в России, заявляют, что в интересах российских пациентов продолжать выпуск лекарств. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Весна вступает в свои права. На этой неделе синоптики обещают небольшой минус ночью и до плюс шести днем. Как сообщает Гесметио, всю неделю будет переменная облачность. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. В воскресенье похолодает до плюс трех. Днем пройдет небольшой снег с дождем. В детскую поликлинику поступила комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции ГАМ-КОВИД-ВАК-М, спутник М, для детей с 12 до 17 лет включительно. Желающие вакцинировать ребенка могут записаться через портал пациента КБ номер 50 в разделе детской поликлиника, профилактическое отделение, вакцинация детской поликлиника, вакцинация от COVID-19 детей с 12 до 17 лет. На прививку ребенок должен прийти с законным представителем. Вакцинация от COVID-19 добровольная. Четыре колеса исчезли из колясочной в общежитии на Куйбышево. Хозяин пропавшего имущества обратился в ОВД. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленника, женщины, которая жила в том же общежитии. Колеса она успела продать. Украденные изъяли и вернули владельцу. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Кражи, побои, мошенничество, угрозы. На прошлой неделе злоумышленники добавили хлопот сотрудникам полиции. Из подсобного помещения на улице Силкина кто-то попытался вытащить электропровода, проникнув внутрь через окно. Полицейские в ходе расследования задержали двух граждан. Оба были ранее судимы. Ведется проверка. Также в дежурную часть обратилась Саровчанка, которая стала жертвой своего знакомого. Гражданин М, 1997 года рождения, находясь в доме 34, корпус 1 по улице Московская, в ходе конфликта с гражданкой Б умышленно причинил ей телесные повреждения в виде перелома средней фаланги четвертого пальца левой кисти руки без смещения. Кроме того, полицейские расследуют дело о попытке мошенничества и возможном вымогательстве. Саровчанин увидел объявление на канале в Ютубе о торговле и инвестировании на торговой платформе и решил приумножить свой капитал. Мужчина вложил 4 миллиона, ожидая получить в три раза больше. Но когда он решил обналичить деньги на российских счетах, ему сказали, что сделать это невозможно из-за санкции. Деньги можно перевезти через Турцию, но при этом еще заплатить. Убедительной просьбой жителям города Сарова внимательно и бережно относиться к своим накоплениям и прежде чем вкладывать свои деньги в какие-либо компании, предварительно убедиться в реальности их существования и деятельности, проверить всю историю образования этих фирм. Если хоть какие-то есть сомнения, ни в коем случае не приводить денежные средства. На дорогу города произошло 13 аварий. Обошлось без пострадавших. В 8 ДТП кто-то из участников скрылся с места. У дома номер 27 по улице Московской водитель 85-го года рождения, управляя машиной «Шкода» «Ети», не учел габариты транспортных средств и совершил наезд на настоящую автомашину «Хундай Тусан», причинив автомашине механическое повреждение и с места ДТП скрылся. Данный водитель продолжил дорожное движение в сторону улицы Березовая, где перед перекрестком Московская-Березовая не смог остановиться перед перекрестком и совершил столкновение с остановившейся автомашиной «Хундай». Здесь его уже оформили сотрудники ГИБДД. Водитель «Шкоды» был пьян. На него составили три дела об административных правонарушениях. Кроме того, в выходные дорожные полицейские провели операцию «Бахус» и задержали троих пьяных водителей. Всего на прошлой неделе пятеро соровчан сели за руль нетрезвыми. В преддверии весенних каникул ГИБДД готовится к информационной кампании «Весна идет весне дорогу». Подробнее о ней мы расскажем в ближайших выпусках новостей. 21 марта – Всемирный день поэзии. Она объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей. В нашем городе тоже есть люди, которые с гордостью носят звание поэта. Наверное, самый частый вопрос к поэту – где вы берете вдохновение? И также часто большинство лириков теряются и не знают, что ответить. Саровского поэта Марию Затонскую тоже смутил такой вопрос. По мнению Марии, вдохновение – штука непредсказуемая. Да и то, что обычный человек зовет вдохновением, на самом деле сложная и напряженная внутренняя работа поэта. Что-то копится внутри, а потом находится образ извне, и тогда уже невозможно это не выразить. Таким образом получается, что вдохновение – это такая связка между внутренним миром и внешним. Вот они сталкиваются, и тогда это состояние, оно получается, и ты выражаешь это уже на бумаге. О чем пишет поэт? Обычно такой творческий человек не ограничивается одной-двумя основными темами. Поэт пишет обо всем, что он видит вокруг и что его волнует. И это не обязательно всегда что-то философское и возвышенное. Часто предметами стихотворений становятся самые обычные повседневные вещи. Поэт – это человек, который мыслит особым образом, он особо чуток к действительности, и его ничто не оставляет равнодушным. Поэтому может зацепить даже какая-то мелочь, но он настолько тронет, что родится целое стихотворение, и объем этого стихотворения может начаться вот с маленькой тучечки, а потом дорасти до целой вселенной. Поэт – не обязательно тот, кто пишет стихи. Каждого, у кого есть особый взгляд на действительность, можно назвать поэтом в душе. Поэтому всех причастных к миру лирики, канал «16» поздравляет со Всемирным днем поэзии. Ледовое противостояние продолжается. В выходные хоккейный клуб «Саров» встретился с торпедой из Лыскова в рамках плей-офф. Чем закончились игры и удалось ли нашей команде выйти в финал – расскажем далее. Это был совсем другой хоккей. После сокрушительного поражения на «Саровском льду» наша команда отправилась с ответным визитом в Лысково. О том, что ребята приехали за победой, стало понятно после первых минут матча. Саровские хоккеисты взяли инициативу в свои руки и уже в первом периоде ввели 0-2. Торпеда удалось забросить одну шайбу в ворота противника. Однако «Саров» переломил ход игры в свою пользу и закончил период со счетом 1-3. Второй период без голов, как бы такой туда-сюда, а в третьем «Лысовские» добавили, сравняли 3-3. Но за счет, наверное, мастерства где-то хоккейный бог нам был, улыбнулся. И 4-3 за 6 минут до конца, а в конце выстрели просто и все. Времени насладиться победой практически не было. Счет по играм 1-1, а впереди реванш. За выход в финал команды боролись уже на нашем льду. Первый период был напряженным. «Саров» снова взял инициативу в свои руки. Период закончили со счетом 1-0 в нашу пользу. Мы, наверное, просто не успели восстановиться. «Саровская команда» – все школьники, все молодцы, мальчишки, все такие спортивные, бегут, упираются. Ну, у нас столько школьников, несколько здесь. И нам тяжело, конечно, с профессионалами здесь тягаться. На первой минуте второго периода шайбу в ворота противника забросил Константин Поляков. В третьем периоде торпеды отыграться не смогли. Гости пропустили сразу четыре шайбы. Игра заканчивалась с разгромным счетом 6-0. Однако буквально на последних секундах Лыскова попадает в наши ворота. Финальный счет матча 6-1. «Очень приятно вообще. То есть сегодня, наверное, одна из самых лучших. Ну, на 23 февраля вот была игра. Там была средняя неделя и тоже было порядка, наверное, 600 человек». Ну, вот я хотел, конечно, сказать огромное спасибо, что пришли поддержать и также наш институт. Я слышал, приходил даже первый курс, там, даже третий, по-моему, приходил курс поддерживать нас. Спасибо вам большое, наши болельщики. Теперь Сарова предстоит встретиться с чемпионом прошлого года, командой «Старт» из Таншаева. Финальная игра чемпионата пройдет на нашем льду уже в следующую субботу. Прямую трансляцию матча вы можете посмотреть на нашем канале, а также в группах в социальных сетях. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!